Друзья, всем привет, с вами Яков, и в этом ролике я вам расскажу, а самое главное покажу, как вообще будет работать тематика 28 сезона. Но пока мы не начали, обратите внимание в правый верхний угол экрана. Там, по идее, должна появиться всплывашка-напоминашка. В общем, это видео, в котором я рассказываю и показываю о сетах, завоеваниях, ну и наградах 28 сезона. Так что, если вам интересно, посмотрите. Итак, а теперь к нашей тематике. И что касается этой тематики, одним словом, дорогие друзья, это имба. Абсолютно все печати, абсолютно все зелья будут работать единовременно, когда вы их разблокируете. Другими словами, это огромный буст нашего урона, а также нашей защиты. Ну и приступать к разблокировке этих печатей мы можем прям-таки с первого уровня. То есть не надо качаться до 70 уровня, чтобы приступать к разблокировке этих печатей. Получили ресурс, разблокировали то, что вам потребуется. Описывать все это подробно, безусловно, я не буду, потому что я это уже делал в одном из своих видео. Опять-таки, всплывающее окно, по идее, тоже должно сейчас перед вами появиться. И все эти бустеры, без исключения, появились и на ПТР-сервере. Теперь, что касается разблокировки всех этих бонусов. Мы подходим к нашему алтарю, и он находится исключительно в первом акте. И как только мы выбираем первую нашу печать, мы видим, сколько будет стоить та или иная печать, то или иное зелье. А тут все просто, имеется ресурс, разблокируем печать. И так далее, и так далее, и так далее, пока не откроем все. Опять-таки, о ресурсах мы с вами говорили. Тут будут использоваться абсолютно все ресурсы, абсолютно все артефакты, которые имеются в игре. Эксклюзивами, ну и геморроем, так сказать в кавычках, будет только два. Это пастуши-посох, а также вечные вопросы. Что это такое, я уже тоже разбирал на своем канале. Там буквально день или два назад. Если интересно, можете ролики посмотреть. Так что, дорогие друзья, как видите, все просто, все не сложно, а самое главное имбово. Представьте хотя бы супы, то есть это постоянный буст икспы на 25%. Погибли вы, не погибли вы, достаточно взять всего лишь один суп, и он будет работать постоянно на протяжении сезона. Еще раз повторюсь, огромный буст урона, огромный буст защиты, просто, как говорится, прелесть. Так, теперь далее. Да, действительно, когда мы будем разбирать первозданные приметы, мы будем получать 55 единиц первозданного пепла. Ну и напоминаю, что мы теперь сможем крафтить первозданные приметы. Но при этом мы сможем использовать только один в нашем билде. Именно такой, скрафченный. Теперь в нашем кубе Канай появляется дополнительный рецепт на 11 странице. Мы его открываем, заполняем куб ингредиентами, безусловно, лучше брать оружие. Ну и 100 единиц этого первозданного пепла. Преобразовываем, получаем на выходе скрафченный первозданный примет. Круто? Круто. Ну и в принципе, это все, что касается нашей тематики. Постоянно работающие печати. Первозданный пепел, который мы получаем при разбирании первозданных приметов у кузнеца. Ну и с помощью этого первозданного пепла и нового рецепта в кубе Канай мы сможем крафтить первозданные приметы. Но использовать в билде всего лишь один. Скрафченный один. Вот и вся тематика. И что вы обо всем этом думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание, за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. А я пошел спать. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.